всем друзья привет вы на канале сельчанка в америке мы пришли на огород копать картошку вот уже ведерко такое накопали к нам приехали родители и хочу показать какая у нас картошка я только что приехала с работы у нас дождик такой ну что-то сейчас немножко я думаю что уже здесь выкопали наверное о есть да и это у нас первый год мы в этом году здесь на этом месте вот здесь посадили картошку потому что это очень плохой здесь такой такой участочек маленький что она ну я сажала что-то здесь раньше наверно баклажаны или что ну просто нету вот это как какой корж здесь видимо может быть мало навоза было или что или солнце припекала ее то решили посадить картошку вот я думаю ванны нету дайну мужики уже наверное мы здесь его бабахнули и знаете картошечка удалась хорошая сразу мы отбираем так пятерка на семя семена она следующий год да с бог доживем вот с какое ведерко уже потому что чтобы конечно она продается чтобы купить ведерко пакетик такой 10 долларов ну мне на эту мою грядку нужно пакетиков может быть и 5 и больше не знаю то я сразу отбираю она маленькая не нужна а вот такую то уже мы себе ведерко и кушать и будем запекать то как-то здесь с этого края вот видите несколько кустов такая себе маленькая да и на второй год тоже будем здесь сажать а там было побольше то вы так же вот здесь убрали там немножечко и вот это еще есть ну мы убираем копаем тогда когда нам нужно есть когда уже нету картошки то тогда идем выкапывать сейчас сейчас напишут невестка стоит снимает а свекровь таких лет в годах копает а она это ж хочется вы знаете как хочется в земле поковыряться я каждый день ней ковыряюсь да уже на семена есть да я думаю хватит уже потому что в гараже будет стоять это уморились о какая классная хорошенькая слава богу картошка удалось и семена и эту что на семена я буду закапывать да еще вырастет да конечно то будем закапывать в землю да выкапываем не лопатой сапкой сколько здесь его копать копачки нету сделал где на меня и копачка есть несколько тех кустов все соломой будем укрывать и на зиму ее прятать чтобы она не замерзла а если ее занести какой-то подвал гараж или куда замерзнет а если там в доме в подвал где у меня закрутки то она там будет прорастет и пропадет так что мы закапываем землю это не проблема да достаточно достаточно да теперь уже будем когда это сидим а осенью то нужно будет уже убрать и и все а вот яблонька такая у нас одно яблоко уже упала созрела видимо ну и вкусная с такой нос несите а белая пускай сидит такое вкусное кисленькая а помидор смотрите что у нас и сейчас уже дожди такие идут хухи я переживаю чтобы на них не напала такая то болезнь после дождей встает черные портится ну что помидоркам нужно погодка вот смотрите вот смотрите какая корзинка у меня ну она такая большая и сколько уже семенной картошки пока она будет стоять у меня в сарае корзиночка там дышит видите будет стоять здесь пока еще нету я же здесь боюсь обыть здесь бывают гости у меня мышки я ее накрою вот таким покрывалом вот так сделаю чтобы она не зеленела а дышать она будет вот тут там есть для нее воздух и все пускай сидит у нас дождик но на дворе очень парка так тепло прям гена футболки ходит да пускай выбирают помидорчики я даю разрешаю приезжайте только выбирать и цыплята едят гена говорит да хватит их и цыплятам и нам и всем огурцы то уже все друзья ну можно выбрать там не знаю на салат чтобы на закрутку то уже вот так пропали они может быть может быть буду аджику делать посмотрим там у меня есть прошлого года жарко нужно снимать куртку с прошлого года есть аджика не знаю сколько баночки можно сделать свежий в этом году и малинка я говорила не будет малины будет она там такая у меня большущая как вишни начинается такая вкусная то буду делать просто свежую замораживать с сахаром и все так наша картошечка это два агронома там решают гена хочет строить гараж да пускай подсохнет помыли хорошо а цыплята работают в тепличке будут огурчики можете выбрать я два дня не выбирала то думаю что будут видите какое занятие дождик помочил привет красавица это павлины так кричат друг друга зовут и вот смотрите какие в тепличке красивые огурчики зеленые цветут вот красота вот уже есть огурец нужно здесь хорошенько очень смотреть кажется и смотрю каждый раз и пропускаю все равно да что там говорить вот вот смотрите ну что ж ты сделаешь и смотрела не досмотрела в салатом можно порезать он не желтый да можно выбрать так я уже друзья в городе ну так не совсем в центре приехала приехали с мироськой мы и магазин минус купить в апно и известь как еще назвать а где жена лежит чтобы повелить сарай для курочек где-то возле цемента говорил гена нужно искать и работниками чтобы спросить а вот там может быть идем сюда а тележку мирось бы не взяли она будет тяжеленная мы не будет а есть иди возьми а я буду здесь искать одна я думаю ну посмотрим какой будет тот да я думаю давай вези нашли друзья вот она смотри сама не вдвоем возьмем 15 долларов я просто по хочу показать потому что когда-то кто-то спрашивал как она выглядит вот такой мешок его нужно за наливать воду и она так будет гаситься знаете таким булечки делать кипеть так будет и станет такая густая известь 50 лб это 22 килограмма и немножечко вот и 15 долларов подожди да все и еще мне нужно этот такая штучка где есть это нужно гений звонить потому что я так не найду где есть такие в сарае дырки и мне их нужно таким воздушной штукой такой запшикать забрызать и она закрывает их я думаю она где-то здесь внутри будет в магазине ты мирось знаешь где она такая пенка пенка такая это она да да точно так я думаю берем большую это для окон но я думаю что подойдет да 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 вот это я думаю эту красную потому что нам не не для окон так одной баночки достаточно сколько они 5 это 5 большая а 390 возьмем мирось 2 2 до 2 красных возьмем так все едем а то мы нужно как всегда спешим это что у нас это возле труб таких тоже где горя возле горячего а давай дать я буду так сдавай на на вождение давай давай учились собакам-котам еда у нас есть все поворачивай сюда на кассу до заранее говорить да скоро будут елочки уже уже мирося хочет елочки а здесь нету скидки мирось так и есть представляешь ты иди на кассу я все равно загляну иди иди прямо не дает мне тянуть и сама еле тянет так и есть 900 этот наборчик до 950 950 с налогами будет тысячу даже больше все ну ничего у меня друзья такой получился случай я по интернету нашла там такой наборчик так как у меня такой как у меня есть с этой террасы на другой террасы и женщина хочет 200 долларов окей я говорю давайте за 150 она нет нас 200 окей я согласилась за 200 долларов и говорю я завтра приеду заберу окей договорились потом она мне пишет представляете чтобы его забрать пришли мне пожалуйста свою фотографию чтобы я знала стоит там не обман пришли мне свой номер телефона ну короче я сразу поняла что это хотя фотографии возле дома все но как бы из справжние на любую дочь сюда ставить и я перестала просто перестала с ней писаться ушла и все удалила все потому что я поняла что это мошенники да для чего друзья нужна моя фотография вам если я приеду купить у вас бы уж не ваш там вашу мебель знаете да так что вот такие даже бывают случаи ну извести у нас будет много очень много я может быть даже несколько раз все побелю покрашу сначала почистить там нужно все об обмести веником хорошенько или какими-то щетками затем той пенкой и еще а уже потом только вот этим будем белить но уже не так как прошлый раз я белила валиком а буду белить распиратором или как-то не знаю и смотрите вот уже что есть на хэллоуин скоро будет здесь стоять и рождество как же быстро как же быстро просто недавно было уже год прошел дождик продолжается уже два дня вот так у нас пасмурно а по этому не видно если посмотреть на погоду просто пасмурно они показывают вот что такое дождь он как бы такой легкий легенький я не знаю почему она так уже скоро в лесу уже будут гулять с гусьми смотрите уже там возле него и траву едят на прогулку скоро будут ходить кто-то писал да с собаками с геной а вот цепонькам здесь насыпала пшенички уже домой мы приехали у нас просто такая погодка вот пасмурно смотрите идут дальше что-то мама боятся начинает рвать траву и тогда уже что-то думает на улице идет дождик выйдешь просто не знаю очень очень жарко как тропические дожди боятся далеко идти эти цыплята здесь едят треба треба нужно занести друзья пшенички уже у нас сколько 6 или сколько вечера просто жарко жарко и пойду уже туда дома отдыхать пшенички пуленьки пуль 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 ходи иди мои хорошие пшеники быстренько 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 вкусненько ням нямки какие нямочки ой 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 вам не жарко такой шубе белой цыпаньки как выросли уже пойдем занесем хотя это будет мало просто я пришла сюда без ведра пасмурно а вот водичка их там есть вода в бассейне и вот вода здесь в этом корыке я уже не выливаю это от дождя то они здесь себе пьют гуси гуси и кто-то так прибежал топи топи а это друзья мой тами любимчик но его бьет очень обижает тот петух и гена уже сегодня его выпустил сюда на эту сторону с цыплятами чтобы здесь был не знаю что делать и того жаль и этого конечно же но никогда его в суп не отправлю потому что это сиро . он я ему пообещала когда он был маленький есть даже друзья не одно видео у меня где он маленький и было у нас в доме и кушал кукурузку очень любил даже ел с тех мисочек декорка котики едят наши то не знаю не знаю как быть с этим делом немножко здесь насыпала и иду во двор тем большим насыплю собаки сегодня у нас во дворе потому что дождь идет и они там под деревом конечно на мокрот посмотрите какая здесь у нас грязь потому что дожди хотя гена очень много песка стой горы привозил но все равно но вот этот петя а может быть это там я не знаю колон которого выгнал вандуля рекси загорает тоже да пойду еще принесу то будет это мало пшенички им как чистятся мои красавицы это бролер один или нет они не то не тот бролер есть у нас друг гусеники тоже отдыхаете да отдыхаете такие красивые белые все покормила гусь куры гуси и собак покормила и воды по наливала тем и другим так что уже все на сегодня уже осталось только их закрыть на ночь и гена пройдется на прогулку уже вечером с собаками еще да гусеньки у вас сейчас обед да но все отдыхайте вам друзья всем спасибо всем пока пока скоро буду убирать сара не знаю когда но нужно начинать